Поговорим об истинных причинах проблем с дыханием. Я имею в виду апноэ во сне, храп и разного рода проблемы с носовыми пазухами. Есть интересная книга, которую я сейчас читаю, «Дыхание. Новая наука об утерянном искусстве», автор Джеймс Нестер. По большей части я согласен с автором, с парой вещей не согласен. Но я ещё не дочитал, может быть, во второй половине что-то изменится. Но если совместить данные из этой книги с данными из книги Уэстона Прайса, на мой взгляд, можно получить хорошее решение проблем с дыханием. Он провёл интересное исследование культур коренных народов со всего мира, смотрел на их зубы, потому что он стоматолог, и обнаружил кое-что поразительное. Если сравнить старые народы, которые питались правильнее, с современным цивилизованным миром, мы обнаружим огромную разницу в состоянии зубов. Если изучать черепа древних людей, то у них можно увидеть зубы мудрости. В наши дни люди их удаляют. Зачем? Тогда у людей были хорошие прямые зубы, хорошие лицевые кости, шире лицо, хорошая костная структура, нынче же лица становятся уже. У людей появляются искривления носовой перегородки, из-за которого им нужна операция. Брэкеты стали нормой. Странно, что нам нужны брэкеты. Зачем они нам нужны? Почему у нас такие кривые зубы? У людей появляется апноэ во сне, храп. В чём же разница между тем, что мы делали раньше, и тем, что делаем сейчас? Джеймс Нестер делает ставку на отсутствие жевания. Нынче мы едим мягкую еду. Супы, гуакамоле, хумус, всякие густые соусы. Мы едим очень нежные стейки. Мы не едим много овощей. Мы много не жуём. Особенно дети. Всё, что они жуют, — это жвачку. Джеймс Нестер фокусируется на отсутствии жевания, а Уэстон Прайс фокусируется на питании. А мне кажется, что влияют оба этих фактора, потому что если посмотреть на коренные народы, то они едят многоцельной пищи, пищи, богатой питательными веществами. Микроэлементы активируют белки, которые помогают строить кости, а витамины активируют минералы, которые делают кости крепче. При дефиците нутриентов структура и размер костей не разовьются до конца. Это общеизвестный факт. Но если мало жевать, если постоянно есть мягкую еду, то вы не активируете механизмы, которые укрепляют кости. То же и с другими частями тела. Если хотите укрепить спину, этого не сделать без задействования мышц. Нужно делать упражнения, чтобы укрепить мышцы и кости, потому что они соединены с помощью сухожилий. Что же касается лица, то главная мышца в нём — это та, что отвечает за движение челюсти, жевание. И если не жевать достаточно, то вы не задействуете мышцы лица. И остаётся лишь одна проблема. Наш рот слишком мал для зубов. Если там недостаточно места для роста зубов, то они вылезают как попало — вперёд, вбок, назад. И у нас не остаётся места для зубов мудрости. И если рот маленький, то дыхательные пути тоже будут маленькими. Это будет мешать дыханию. То, как люди пытаются решить эти проблемы, мне кажется варварством. Они делают операции, чтобы сделать дыхательные пути более открытыми. Давайте подумаем о диких животных. У них бывают кривые зубы? Им нужны бретиты? Нет. Почему? Потому что они много жуют. И они едят пищу, которая подходит для их организма. Вот что я рекомендую. Во-первых, не кормите детей переработанными продуктами. Пусть они чаще и больше жуют. Итак, что же касается взрослых, взрослые же могут серьёзно изменить структуру лица, что поможет лучше дышать. И вот, что я для этого порекомендую. Начните дышать носом. Это лучше, чем дышать ртом. Так в организме будет больше кислорода. Второе. Дольше пережёвывайте пищу. Я рекомендую есть зелень. Много зелени. Где-то 7-10 стаканов в день. Иногда люди пугаются, когда я им это говорю. 7-10 стаканов в день? Для них это слишком много, ведь это столько жевания. И начинается. А можно я в блендере? А можно чем-то заменить? А я им и говорю. Может, тогда уж сразу мужа попросите. Пусть он вам еду пережуёт, чтобы вам напрягаться не приходилось. Но вам стоит больше жевать. Потому что если вы будете пережёвывать 7-10 стаканов зелени, причём тщательно пережёвывать, вы разработаете челюстные мышцы. Также можно жевать и другую еду, например, стейк. И не думать, чего же он не такой нежный. Тщательно его пережёвывайте, потому что так вы укрепляете и изменяете челюстные и лицевые мышцы. Это даст вам больше кислорода, ведь рот будет открываться чаще. Можете начать есть сельдерей, морковку и любую другую богатую нутриентами пищу, которую надо жевать. Третье. Это я подчерпнул из книги Уэстона Прайса. Жирорастворимые витамины очень важны, вроде витамина D и витамина К2. Оба этих витамина контролируют кальций. А вам нужно много кальция в нужных местах, чтобы строить зубы и челюсть. В общем, не надо низкожировой диеты. Яйца с желтками, сыр, только немаложирный, жирная рыба, жирное мясо и сливочное масло травяного от корма. Конечно, очень важно избегать обработанных продуктов и пустых углеводов. Ну и микроэлементы. Микроэлементы нужны, чтобы активировать определенные белки в организме. У большинства людей дефицит микроэлементов, потому что их нынче нет в еде. Фермеры нынче удобряют Землю только тремя минералами — азотом, фосфором и калием. Где же взять другие нужные микроэлементы? Их можно найти в моллюсках и ракообразных, в морепродуктах, а также в морских водорослях. Их стоит добавить в рацион. А вот в этой книге вы найдете рецепты того, что можно приготовить и пожевать. Не знаете, что приготовить на кето? Вам поможет книга «Кето-меню на две недели». Рацион для трех- и двухразового питания. Простые, но вкусные рецепты из доступных продуктов. Основы кето и голодания. Переходите по ссылке внизу.